Всем привет! Сегодня рассмотрим показания к гемодиализу. Видео создано при поддержке сайта medaniver.com Сначала вспомним, что такое гемодиализ. Это коррекция химического состава крови путем удаления накопленных продуктов метаболизма и добавления буфера в процессе диффузии через натуральную или синтетическую полупроницаемую мембрану. Попросту говоря, это очистка крови от эндогенных токсинов, креотинин, мочевина, мочевая кислота, которые у здоровых людей фильтрует почка. Но при выраженной почечной недостаточности, острой или хронической, фильтрация невозможна и накопление токсинов приводит к уремии, полиорганной недостаточности и летальному исходу. Гемодиализ проводится с помощью аппарата искусственной почки. Для выполнения программного гемодиализа применяется артериовенозный шунт, то есть соединяет артерию с веной, обычно на предплечье. Неочищенная кровь попадает в диализатор, главная составляющая аппарата искусственной почки. Выглядит он так или в разрезе так. Состоит из полупроницаемых мембран, они омываются кровью, а с другой стороны диализным раствором, близким по составу плазмы крови. Под воздействием концентрационного градиента через полупроницаемую мембрану осуществляется переход низко- и среднемолекулярных токсинов из крови в диализат, снижая степень интоксикации. Мембрана не пропускает высокомолекулярные вещества, такие как белки, форменные элементы крови, поэтому содержание в крови этих составных частей не меняется. При этом с диализатом могут поступать электролиты для установления баланса. И очищенная кровь возвращается в сосуд пациента. В среднем процесс гемодиализа проводится 6 часов. При программном гемодиализе 3 раза в неделю. Рассмотрим показания к гемодиализу. Первое это мочевина сыворотки крови, более чем 30 ммоль на литр. Скорость кубочковой фильтрации менее чем 10 мл за минуту. Расчет проводится по формулам Кокрафта Голда или МДРД. Они очень громоздкие, но сейчас их можно рассчитать онлайн или в мобильном приложении. Для формулы Кокрафта Голда нужно знать вес пациента и концентрацию креатинина. По МДРД креатинин и расу пациента. Третий пункт это развитие декомпенсированного метаболического ацидоза. При этом PH менее чем 7,35 мл, стандартный бикарбонат менее чем 20 ммоль на литр, дефицит буферных оснований менее чем 10 ммоль на литр. Далее гиперкалиемия более чем 6,5 ммоль на литр, анурия более 24 часов. И угрожающие клинические проявления в виде отека головного мозга и легких. Уреемические коматозные или предкоматозные состояния. Относительные противопоказания к гемодиализу. Это геморрагический синдром любого происхождения, выраженная сердечно-сосудистая или полиорганная недостаточность, инфекционные заболевания любой локализации с активно текущим воспалительным процессом, онкологические заболевания любой локализации с метастазированием, нарушение психического состояния больного. Хотя это относительные противопоказания, абсолютных не существует, потому что все решается очень индивидуально. И показания к программному гемодиализу. Это установленный диагноз терминальной стадии хронической почечной недостаточности, наличие у пациента функционирующего постоянно диализного доступа, это или артериовенозная фистуала, или сосудистый протез, или перминатный катетер, стабильное общее состояние пациента, отсутствие симптомов декомпенсации и осложнений заболевания, и диализного доступа. На этом все, надеюсь вам понравилось и спасибо за внимание. Видео создано при поддержке сайта medaniver.com